Параграф номер два. Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем экономическом развитии? Большинство стран мира в настоящее время имеет аграрную экономику. В ряде из них добывают полезные ископаемые. Слогом там преобладает первичный сектор. Это так называемые развивающиеся страны с низким уровнем жизни населения. Относительно меньше развитых индустриальных стран, где ведущую роль играет промышленность. И еще меньше стран постиндустриальных, где большая часть населения занята в сфере услуг. Это государства Западной Европы, США, Канады и другие страны с наиболее высоким уровнем жизни. Перечисленные три вида стран – отражение трех этапов развития экономики. В начале среди множества аграрных государств появляется некоторое количество индустриальных. На следующем этапе часть индустриальных стран переходит к постиндустриальной экономике. Почему одни страны вырываются вперед, а другие отстают? Одна из самых сложных проблем до сих пор не решена учеными. Можно лишь частично объяснить некоторые особенности развития отдельных стран. Например, более северное и более холодное положение России по сравнению с другими странами Старого и Нового Света требует больших затрат топлива и энергии. Снижает эффективность сельского хозяйства и тем самым создает для нашей страны менее благоприятные условия экономического развития. Кровопролитнейшая Великая Отечественная война, гибель десятков миллионов людей – все это крайне осложнило развитие хозяйства. Но с другой стороны, в большинстве стран Африки войн не было, климат там теплый, а уровень экономического развития гораздо ниже, чем в России. Значит, причина гораздо сложнее. Как меняется структура промышленности? Для определения уровня экономического развития важно не просто соотношение трех секторов хозяйства, но и конкретная структура промышленности страны. Какие отрасли являются ведущими? Русский ученый Кондратьев еще в 1920-30-х годах открыл циклические закономерности развития хозяйства. Эти исторические этапы, технологические уклады были названы его именем – циклы Кондратьева. Суть их заключается в том, что примерно каждые 50 лет происходит смена отраслей лидеров. Те страны мира, которые раньше других внедряют самые передовые производства, оказываются выигрыши. Однако большинство государств перенимают эти нововведения из рук передовых стран тогда, когда для них они становятся уже ненужными. Устаревшие нововведения, устаревшие для передовых стран производства выносятся в менее развитые страны, для которых они отнюдь не устаревшие, а очень новые. А в передовых странах таким образом освобождается место для еще более новых производств. Например, текстильная промышленность, дав первоначальный толчок индустриализации Англии, затем стала вытесняться в другие страны, в том числе с 1840-х годов в Россию с ее дешевой рабочей силой. Какие этапы развития прошла экономика России? Уровень развития хозяйства России, по крайней мере, последние три столетия был выше, чем в большинстве стран мира, но в то же время ниже, чем в наиболее передовых странах. В развитии хозяйства нашей страны, начиная с развития крупной промышленности, можно выделить следующие этапы. Первые. Вторая половина XIX – начало XX века характеризовались бурным ростом промышленности, особенно после отмены крепостного права 1861 год. Как и в странных лидерах в России в начале развивалась текстильная промышленность, а затем угольно-металлургический цикл, сопровождавшийся строительством железных дорог. Хотя в развитии экономики традиционно большую роль играло государство, в целом хозяйство носило рыночный характер. Существовали конкуренции, рынок рабочей силы, население переселялось туда, где появлялись новые рабочие места и рынок капитала. Деньги направлялись в наиболее прибыльные отрасли, цены изменялись в зависимости от соотношения спроса и предложения. Второй. В советский период 1920-1980 годы экономика страны строилась не на рыночных, а на плановых началах. Частная собственность была ликвидирована, практически все предприятия стали государственными. Был сделан упор на развитие военной промышленности и отраслей, которые обеспечивали ее развитие – черную цветную металлургию, химическую промышленность. В 1930-е годы все ресурсы страны были направлены на быстрейшую индустриализацию, создание экономики, почти независимой от внешнего мира. Средства для этого были получены за счет снижения уровня жизни населения, особенно крестьянства. Зато созданная военная промышленность помогла нашей стране выстоять в Великой Отечественной войне. В послевоенный период уровень жизни населения начал расти. Экономика чуть повернулась лицом к человеку. Началось массовое жилищное строительство. С 1950-х годов росло производство потребительских товаров. Однако в целом экономика продолжала оставаться очень милитаризованной, с большой долей военной промышленности. В 1980-х годах экономика СССР вступила в период кризиса. Политические изменения начала 1990-х годов ускорили развал социалистической системы хозяйствования. С 1992 года экономика России перешла на рыночные рельсы. Были организованы рынки товаров, рабочей силы, капиталов. Резко снизилось производство военной продукции. В итоге государство сократило свою регулирующую роль. Однако большинство предприятий оказалось не готовы к работе в новых условиях, что привело к убыткам и сокращению производства. Выпуск промышленной продукции за 1990-е годы сократился в 2,5 раза, сельскохозяйственный – на треть. Если раньше импорт товаров строго ограничивался, то теперь он стал свободным. Продукция многих предприятий не выдерживала конкуренции с более качественными и дешевыми импортными товарами. В начале 2000-х годов по подсчетам Госкомстата внутренний валовый продукт России ВВП общая стоимость произведенных товаров и услуг превысил советский уровень. Но структура ВВП резко изменилась. Снизилась доля материального производства, выросла доля услуг, особенно торговых и финансовых. Некоторые отрасли промышленности восстановили производство до достигнутого в конце советского периода черной и цветной металлургии. И даже превзошли его добыча газа, производство автомобилей, многих химических продуктов. Появились совершенно новые товары и услуги – мобильная связь, интернет, финансовые консультационные услуги и тому подобное. Россия снова стала экспортером зерна и семян подсолнечника. Правда, избыток зерна внутри страны образовался потому, что снизилась потребность в кормах для скота. Его поголовье сократилось в несколько раз, так как резко вырос импорт мяса. Рост производства был прерван в 2008 году, когда начался мировой кризис. В начале финансовой сфере, а затем в производстве. Он оказал сильное влияние на Россию, экономические показатели за 2009 год снизились. Возвращение к рыночной экономике идет с большими сложностями. В 2014 году начался новый кризис, связанный с падением цен на нефть и международными санкциями. Выводы. Все страны мира проходят определенные этапы развития хозяйства. Закономерно меняются ведущие сектора хозяйства, отрасли лидеры в промышленности. Россия, опережая большинство стран мира, в то же время традиционно отстает по структуре экономики, по уровню ее развития от наиболее передовых стран.